всем привет с вами сергей проект по и сегодня я расскажу вам про роман который написал святослав логинов да вообще не часто гость на моем канале меня русскоязычной фантастики очень мало но эта книга меня поразила шок книга для меня и показала за что все таки я люблю читать фантастику за что я люблю читать фэнтези за креативные интересные идеи романтика про который сегодня хочу вам рассказать называется свет в окошке он давно написан в 2002 году в 2003 году он охватал очень много премии там русскоязычных прям приличное количество я их не запомнил но если нужно вам в комментариях могу написать какие премии он получил и где он там номинировался роман меня зацепил тем более кайфово было то что там очень много мелких эпизодов каких-то зарисовок каких-то персонажей которые тоже позапоминались и вот прошло уже наверное недели две как я прочитал роман и только сейчас записывал отзыв но до сих пор у меня в памяти события в памяти персонажей и и столько времени вот прошло а я возвращался к этому роману к вопросам которые здесь подумались к оригинале к этой идее и она заставила меня задуматься что ж такого оригинале что же такого что это прям для меня шок-контент так далее потому что автор подымает тему загробной жизни умирает главный герой илья ильич и попадает в непонятное пространство вот после смерти и вот самая классная вещь который идея которая здесь дана дело в том что там тоже общество там все можно сказать живут существует но человек-то приходит у него есть определенные такие монетки специфические так вот эти монетки это своеобразная валюта за которую там можно жить и к сожалению они закончатся то ты превратишься там призраком бестелесного и так далее а как же появляется монеты с собой же туда ничего нельзя на тот свет оказывается монеты это как раз таки то вещество она материализуется там когда в обычном мире про человека вспоминают то здесь близкие родственники вспоминают человека где что он делал вот особенно вот только-только когда он умер там все активно про это думает и у человека в том мире появляются монеты золотые монеты прям высший номинал если про него вспомнил там какой-то не знаю чиновник прочитал его фамилию там где-нибудь и люди в каких-то списках там перепись населения когда шла какие-то люди которые просто хотя бы упоминание увидели про этого человека то капает совсем маленькая монетка и там человек может это тоже потратить на свои нужды причем там опять же показывается как-то ту жизнь проживает там уже неважно твоя прошлая жизнь все герои разных веков разные языки там все все вместе перемешивается очень необычно и цепляюще показывает как важно воспоминание там интересно много моментов показывается там религиозных до атеизма обыгрывается даже показываться вот как старушки они раньше ходили на кладбище вспоминали часто умерших и так далее то есть и благодаря этому ну согласно то романа там проживу проживают в хорошую достойную жизнь те кто уже ушли и все меньше и меньше потом людей вспоминает как стираются воспоминания а как живут те которые совершили зло большое да про них долго помнят тех кто совершал там не знаю убийство перевороты все эти злодеи гида и герои вот они существуют благодаря воспоминаниям про тех про кого пишут книги снимают фильмы и тем самым много людей вспоминает про этот персонажа обсуждают этих людей это получается что в том мире там появляются монеты у этого героя и он может их тратить но там много там много цепляющих истории истории про что делать ребенка которая вот убили в младенчестве да что там происходит вы про него помнят а про солдат которые погибли и вот они в безымянных могилах лежат а про брошенных людей забытых про героев каких-то про про которых пишут книги и потом забывают пора которые казалось бы действительно там интересные показательные моменты будет что внезапно там проходит определенное время месяц и года там пока персонажи живут про не кто-то еще помнит например помнит близкие родственники но потом и сами близкие родственники умирает показываются там и все уже про первоначальных уже не вспоминает некому вспоминать становится все эти старушки и так далее сами покидают мир и все меньше и меньше людей вспоминают про последующие поколения как часто даже мы забываем всю вот эту цепочку там про бабушек прадедушек там и еще длиннее путь мало кто даже знает старше там через два через три поколения как зовут бабушек дедушек прабабушек прадедушек там какую-то историю естественно у нас время кипит все мы мы шевелимся бегаем пытаемся тут выживать и некогда нам думать про то а что как там происходит вспоминать вот всеми кто покинул нас ну грустные мысли до после прочтения но сама вот идея вот вот это их что действительно воспоминания даже какие-то эпизодические там очень цепляет как там помнит мальчик каким улыбнулся персонаж или бывший сослуживцы вот там увидит вот да да был тут такой старичок который классно строил дороги вот вспоминает и там чем интересно когда монетка у появляется там персонажа он за нее держится и он понимает откнул кто про него вспомнив при каких обстоятельствах вот эту всю информацию ну и там уже фантастический естественный элемент есть там приключения даже вот что в том мире происходит там как даже там живут персонажи ну про которых уже давно никто не помнит оказывается там все равно можно выживать там есть и мошенники там есть и те кто там войны какие-то организовывают даже налоги какие-то что-то платить пытается отказалась бы вот деньгами которые только из во вспоминаний появляется но оказывается есть способы их создавать и паразитировать на них да то есть например те персонажи про который всегда помнят у них явно там там даже герои или злодеи будь то там гитлер там сталин там кого-то вспоминать ленин так далее они все но вспоминают про них в разных ключах и соответственно у них там появляются эти средства и вот как они ими распоряжается кто-то прожигает сразу максимально воспринимать и более делать они могут только то что сами помнят да то есть ты там может быть мир в котором ты можешь создать себе пожелав вот заплатив вот этими монетками и воспоминаниями ты можешь создать свою комнату свой дом там и так далее книги которые ты читал воссоздать интересно и много говорю там таких хороших зарисовок воспоминаний много хороших истории подумать проанализировать что-то грустные где-то где-то философских каких-то возможно он не отшлифован такой что прям на эти легкое чтиво что ты вот сел там экшен если привык сюжет держится от начала до конца открытый финал тут такой получается то есть на самом деле в любой момент можно было прекратить чтение уже основная мысль вот она вначале вот это раскрытие происходит да вот связан с этим монетами мне кажется это самое цепляющее изначально вот шок для меня было но еще вот эти все мелкие истории там он встречает персонажей даже как он встречает свою жену как он встречает своего сына как выстраивать отношения и как там люди себя по-другому ведут когда уже нет каких-то обязательств когда уже груза никакого нет и там надо как-то существовать это цепляет цеплять даже встречи его с там с тетушкой там с кем-то еще другими поражает и как там вот и мошенники действуют и другие как твою и все равно люди там продолжают хотя казалось бы ну уже уже загробная жизнь но нет это все продолжается хорошо так скрываются определенные человеческие пороки человеческие достижения человеческие черты раскрываются общество как даже там она выстраивает хорошие мысленно подумать и вот послевкусие вот прошло уже несколько недель как я говорю я сяну возвращаюсь эпизодически мыслями к этому произведению я возвращаюсь мысленно вспоминаю родственников вспоминаю друзей вот которые уже покинули и грустно конечно все печально и по-разному конечно все переживают все эти вот события и этот роман вот он хоть и тяжело читается там страшное событие но в целом я бы сказал что хорошая стряска дается хоть там и грустно опять же все это такая тема казалось бы но подано под хорошим он там нет места юмора таком веселье ну там опять же там есть фантастические сюжетом есть история там есть приключения там даже много какого-то возможно мне уже казалось там вымысла другого там связано там с цитаделью со штурма там цитадель и прочее там не выживают но в целом все она картинка из таких мозаических историй сложилось и меня роман зацепил ты был свет в окошке святослав логинов вот за это я люблю наверное русскоязычную фантастику если нас таким философским каким-то контекстом подается на подумать а не только только action бесконечные там литр пг метро 2033 и прочие циклы есть еще вещи на которые какие-то души струны души цепляет внутри заставляет грустнуть подумать ну испытать какие-то эмоции необычные эмоции за это спасибо произведениям таким как свет в окошке 6 хорошие книги с вами был сергей проект по пока